Всем здравствуйте! Сижу я в общем тут на днях и чувствую, что внутри меня начинает просыпаться хомяк. Как-то меня спрашивали новички, Лена, кто такой хомяк? Вот читаю, вот смотрю и не понимаю. Ребят, это такое чувство, когда вы начинаете желать новую орхидею. Допустим, дети просят у вас, хотят новую игрушку, машинку, куколку, что-то еще. А ты хочешь новую орхидею. Тоже хальжу и мужу нудю. Можно, муж, я приобрету себе новую орхидею? Можно я куплю себе новый цветок? И сходила в магазин и все-таки купила. Теперь мой хомяк доволен и он успокоился. Данное видео будет в основе ориентировано на новичков, потому что я хочу показать, что необходимо делать с орхидеей после того, как вы ее приобретаете из магазина. Эта орхидея находится у меня уже два дня. Я ее купила и она просто так стояла у меня в ванной комнате. Теперь пришла очередь, пришло время адаптировать ее к моим домашним условиям. Я в магазине выбирала орхидею из самой здоровой, потому что видела в одном углу стоят они и говорят, ну типа вот здесь вот орхидейки, которые отсветшие, вот здесь цветущие. Я купила себе отсветшую, там стоял дикий кот, отсветший. И изначально я такая подумала, ну ничего себе, сейчас куплю себе отсветшего дикого кота, мужу похвастаю, позвоню сразу там, кота дикого купила, ничего себе. Но нет, была не судьба. Цветочки у него на цветоносах были, но, ребят, не было абсолютно листа ни одного и корневой системы не было. Просто-напросто орхидею сожрала какая-то гниль. И единственное, что только лишь на выброс. Я спрашивала продавцов, вы вообще за больными растениями ухаживаете? Ну, на что они ответили, нет. Видимо, это не в их компетентности, они просто их продают. Ну ладно, самую выбрала себе здоровая. Сейчас покажу, поподробнее расскажу, что же необходимо делать с орхидеями. И вообще, как стоит выбирать для себя самую лучшую и самую здоровую. Также можно замечать, что данный цветонос у орхидея отсыхает. И еще один тоже начинает отсыхать. Ну ладно, я же ее все равно купила отсвечу. Даже если она все цветоносы свои скинет, ничего страшного в этом нет. Изначально, ребят, при выборе орхидеи, вы должны, конечно, обращать внимание на листы. Чтобы они были. Но бывает такое, что механическое повреждение. Где-то надломы, где-то царапины. Это ерунда. Вам необходимо смотреть, чтобы не было никаких пятен. Там черные, а тем более желтые. Если желтое пятно, это говорит о том, что орхидея больна грибковостью. Также ствол у шеи, он должен быть чистый. Без каких видимых повреждений. И также без каких-либо пятен, черноты и что-то в этом роде. Шея у нее здоровая. Все чистое. Ничего здесь нет. Ну и, конечно, на наличие вредителей. Так просто мы их определить не сможем. Но, по крайней мере, по первым признакам посмотреть. Чтобы не было никаких паутиночек, белых налетиков. Тоже, который может образовывать тот же самый мучнистый червец. Вот здесь вот смотрю. Но, конечно, паутинки, они тоже бывают разные. Бывают обычный паучок. Живе тут, видите, даже видно, что там небольшая паутинка есть. Но это обычные паучки, которые вредам орхидеям не приносят. Ладно, на первый взгляд я посмотрела. Все вроде бы. Ничего нету, не вредители. Шея здоровая, все здорово. Далее, вот видите, опоры какие. Они просто-напросто заплесневшие. Такое бывает у орхидей, когда они транспортируются. Они перепревают. И сама опора по себе, она бамбуковая. Сделана из дерева. И такое, конечно, возможно. С одной стороны, особого вреда для орхидей нет. Но все равно это плесень. И она может распространяться на корневую систему и грунт. Далее, смотрим на корневую систему. Я, конечно, изначально уже вижу, что корни подпорченные есть. Вот корень подпорченный. Вот. Местами все равно. Вот. Они присутствуют. Ладно, это незначительная часть. И вообще бывает такое, что стопроцентно здоровую орхидею с корневой системой вы мало где найдете. В основе бывают подпорченные там 2-3 корни. И это является нормой. Главное, чтобы у вас внутри грунта не было откровенного и гнилостного процесса. Тогда, конечно, говорит о том, что орхидея нездоровая. И по самой корневой системе я вижу, по грунту вижу, что орхидейка сухая. И ее уже нужно полить. Если глянуть на горшок, то маркировки здесь нет абсолютно. Даже цифры никакие не стоят. Данный садовник, ну, решил, что он не хочет обозначать, что за орхидея. Но мне показали фотографию и цвести она должна будет вот так. Теперь, вот с этого момента, ребят, слушайте меня внимательно. И не старайтесь видео перелистать. Потому что сейчас я буду давать вам важные советы о том, как орхидею правильно адаптировать. И чтобы не возникло у вас никаких проблем в дальнейшем. Я все вот эти зажимы убираю, опору снимаю. Опоры я буду полностью удалять и заменять на другие. Вот смотрите, чем мне вообще эти опоры не нравятся. Они не имеют обертку. Вот о чем я хочу сказать. Видите, здесь опора сама как будто бы в пленке. И когда вот эта пленка внутри грунта, она не плесвенеет. А вот такая опора, она начинает потом внутри грунта портиться. Даже здесь видно, что уже покрыта плесенью. И вот она уже от обривания пошла расти по опоре, по самому держателю. Я их выкидываю обе. Но если у вас вот такая хорошая опора с оберткой, вы можете просто-напросто смахнуть всю плесень спиртосодержащим раствором. В моем случае это всегда водка. Можете брать салициловый спирт, что-то еще. Сейчас я буду удалять орхидеи вот этот цветонос. Потому что видите, все. Она его полностью отсушивает. Она сама от него избавляется. Ну и чтобы не иметь дома такой некрасивый цветонос, я его отстригну. Примерно где-то полтора-два сантиметра от основания. Следующий цветонос, видите, также желтеет. Можно вот эту почку оставить, можно вот эту почку оставить. Ну знаете, как-то не особо здесь и богато. У орхидеи через большой промежуток нет других почек. Поэтому я удалю орхидею цветонос тоже также под основание. Показывает практика, именно вот такие вот почки. Они, ну маловероятно, когда дадут нам цветонос там, либо детку что-то еще. А верхняя их там всего лишь две. Ну и не хочу я просто. Вы можете, конечно, оставить вот эти две почки. А я их удалю. Также полтора-два сантиметра. И обязательно место среза я прикрываю перекисью водорода. Для того, чтобы в эту живую срезанную ткань не попала какая-то вредноносная бацилла. И не провоцировала орхидею ни на что плохое и гнилое. Также можно прямо сейчас убрать вот эти вот подсохшие корешочки. Совсем в грунт я, конечно, лезть и не буду требушить ее орхидею. Просто что я вижу, что вылезла из горшка и высохла. Вот такие вот корешочки. Я их за ненадобностью удаляю. Так как орхидея у меня осталась без цветоноса, то в опоре она и не нуждается. И сверху ветер этот мусор опавший, осыпавшийся, я его уберу. Вот еще могу один корешочек засохший подрезать. Далее. Мне необходимо узнать, есть ли у орхидеи внутри грунта торфяной стакан. Это, ребят, необходимо делать. Потому что мне нужно ориентироваться на то, какой у нее будет полив. Если внутри грунта есть торфяной стакан, орхидею необходимо поливать осторожный полив в поддон. Погружать уже с торфстаканом нельзя. Это же губка. Она обволакивает ствол. Начинает провоцировать орхидею именно на гниль ствола. Необходимо просто лишь напросто аккуратненько отодвинуть у орхидеи вот так в грунт. И я, ребят, его уже вижу. Вот он, этот торфстакан. Я сейчас буду от этого торфстакана избавляться, чтобы мне полноценную и нормальную орхидею поливать. Потому что у нее есть местами подпорченные корни, чтобы пролечить. Я просто немножко высыпаю отсюда. Посмотрите, насколько мелкая, вообще мелкая-мелкая кора. И она местами даже такая, как трухлявая, что ли. Ну ладно. И вот теперь я уже полноценно вижу этот торфстакан. Можно даже немного вот так подключать. Чтобы получше подобраться именно к торфстакану. Вот он, ребят, весь снаружи, здесь. И я смогу его беспрепятственно отсюда убрать. Цветом весь выщипаю. И буду жить спокойно. И знать, что у орхидеи все будет хорошо. И полив будет тоже полноценный. Можно даже аккуратненько пальцем. Все равно вы пальцем, ногтем, чувствуете. Если где-то там корень или нет. И потом также его оттуда вытряхнуть и все. Я вам настоятельно не рекомендую орхидею сразу же после покупки пересаживать. Потому что она у вас еще не адаптированная. Нет роста новых корней. Если вы сделаете пересадку прямо тут же на месте, вы ее уведете в глубокий стресс и она начнет болеть. Пока упавшись с орхидеи минут 20. Тоже стакан. Вот я его весь извлекла. И она теперь у меня без грунта неустойчивая. И вовнутрь, если посмотреть, я полностью ствол и корни освободила от торфяного стакана. Ребят, такие манипуляции я провожу только лишь с орхидеями, которые растут и покупаются с грунтом. Это кора. Именно орхидеи, если растут во мху, там немножко другие манипуляции. Ну а если говорить откровенно, то никаких особо и нет. Только лишь полив. Ну а если кора, немножко приходится подзаморачиваться. И можно досыпать и вот старый ее грунт. Но, насколько мы знаем, орхидея все равно в этом кашпо, горшке и грунте, она сидит примерно где-то года два. И грунт за это время, он засаливается. Чтобы мне немножко подзаменить, освежить орхидею. Видите, пересадки у меня так таковой нет. Она находится в этом кашпо, и я ее не трогаю. Я просто-напросто добавлю ей свежей коры архиата, которая в наличии у меня есть, и вы можете приобрести. Аккуратно пальчиком туда грунт. В пустоты я его пропихиваю, проталкиваю. Здесь большое количество пустоты. И все сюда насыпаю. Хотела насыпать ей циафлоры. Ну ладно, не буду ничего делать. Просто лишь дополню. Одним лишь грунтом архиатой. Вот так будет достаточно. Все, маленечко освежила. Теперь, конечно, у нас предстоит профилактические меры от вредителей. Именно от вредителей орхидеи профилактировать обязательно необходимо. Потому что, ну вот даже я не имею микроскопа, и порой такие вредители бывают микроскопические, которые просто глазом не разглядеть. Они проявляются только лишь со временем. И чтобы не заражать какие-то другие свои орхидеи, не подвергать опасности, обязательно смотрите, что вы можете в первый раз орхидеи в качестве профилактики предложить. Но это только лишь то, что есть у меня. Вот такие препараты. Я вам про них уже тоже в последних видео постоянно говорю. И, как всегда, буду говорить о том, что я использую для профилактики Аберон. Спасибо, ребят, конечно, что вы мне в комментариях советуете какие-то различные препараты от грибковости, там стимуляторы, инсекторы, акарициды. А этот препарат, он борется не только с различными вредителями, такие как мучнистый червец, трипс, щитовка. Также он борется с большим количеством разновидностей клещей. И я остаюсь неизменно. Какие-то другие препараты, я их покупать просто лишь напросто не собираюсь. Для чего? У меня есть Аберон. У меня есть действующий препарат, который не только хорошо профилактирует, но и лечит от вредителей. Вдруг кто-то обнаружится. Я считаю, что нет смысла держать огромное количество препаратов от тех же самых вредителей, когда у меня есть один и проверенный. В наличии, ребят, есть. Можете обращаться. Почта России отправляем. В сотый раз говорю о том, что он прекрасно, идеально справляется с красным клещом. Убивает. Мою коллекцию два года назад половину сожрал. Именно красный клещ. Теперь я вообще прям с того момента применяю обязательно. Ранее тоже пренебрегала. И лишний раз. Ой, да ладно, все и так сойдет. Но, как видите, не сошло. И чтобы оберон начать применять вообще уже по листу, изначально необходимо мне орхидейку будет протереть любым спирстосодержащим раствором. И со всех сторон я орхидею протираю листьям. В первую очередь я буду и пыль смахивать. И вдруг, если даже кто-то здесь сидит, я его диском ватным смахну. И когда чистый лист, орхидея лучше всего впитывает различные препараты, которые даете. Не именно инсекто-окарициды, а те же, допустим, стимуляторы роста, удобрения и что-то прочее. Старайтесь делать именно вот так. Орхидейка чистенькая. И вреда от спирстосодержащих растворов в неразбавленном виде, ну, допустим, водка, никакого не имеет. Потому что он же улетучивается мгновенно, буквально 3-4 секунды и все. Его уже нету. Посмотрите, какая чистенькая орхидейка. И посмотрите, какой грязный ватный диск. Поэтому необходимо лишний раз всю эту грязь удалять. Для обработки переносимся в ванную комнату. Вот сюда я перелила оберон. На одну орхидею мне необходимо только лишь 3 капли на 100 грамм воды. Но здесь даже и 100 грамм нет. И вот так аккуратненько, дисперсно орхидею со всех сторон я опрыскиваю. Если бы у меня не было проблемы, ну, там есть небольшая, да, видите, проблемка с корневой системой, то оберон бы я могла прям сегодня в первый полив добавить. Но мне необходимо сейчас в первую очередь будет немножко восстановить корневую систему. и когда уже будет все нормально, тогда в полив я добавлю оберон. Единственное, что могут там жить, как я считаю, это ладоры, либо панцирные клещи, которые живут именно в грунте. А основные вредители, которые большой прям реальный вред наносят, это те, которые живут на листьях, на цветоносах и на цветочках. Поэтому стараемся в основе опрыскивать вверх орхидеи. И вот так вот прям мощно и обильно опрыскиваю весь ствол. С одной стороны, для орхидеи так, но делать можно. Но опять же сказать, что нежелательно, я не могу. Я оставлю орхидею на 15 минут сейчас здесь в ванной, чтобы она посохла, препарат впитала, и та вода, которая останется в пазухах, я ее соберу для того, чтобы эта вода не провоцировала на гниль самого ствола. Также меня спрашивали про то, использовали ли я какие-либо прилипатели с препаратами. Нет, ребят, я ничего не использую, как есть, так и есть. Только лишь раствор. Все равно вот орхидея сейчас полностью просушиваться будет где-то минут 30. Через 30 все уже. И за это время раствор, вот куда он денется, он как здесь есть, так он здесь и остается. Поэтому я считаю, что смысла в прилипателях, в этих никакого нет. Далее, ребят, идет полив. У меня времени нет ожидать, когда здесь высохнет оберон, но тем не менее. Прошло 10 минут, и наполовину орхидейка уже подсохла. Из пазух я воду не собирала, потому что она здесь сама практически ушла. Как я ранее сказала, проблемка есть небольшая с корневой системой. И решила я, что буду орхидею поливать вот с таким препаратом, биологическим фунгицидом, триходермавириды. Я им пользуюсь. Вам советую. И в наличии есть. Он, знаете, прекрасно спас однажды. Вот это видео можете посмотреть. Одну мою прям реанимационную, тяжелобольную орхидею. И что же такое вообще триходермавириды? Это живые споры полезных почвенных грибов. Здесь так и написано. И они поглощают и останавливают весь вот этот гнилостный процесс. Но знаете, когда идет прям откровенная корневая, гниль, то триходермавириды она будет слабенькая. У меня вот есть триходерма, чем бы я могла сейчас воспользоваться, фитоловин и привикур. Но думаю, ладно, что постоянно одно и то же. Возьму уж этот препарат и вам покажу. Я бы вот смотря на корневую систему, сказала бы, наверное, что поражение где-то процентов 20. Ну даже процентов, наверное, ну да, 20 оно будет. И когда я покупала орхидею, я видела, что есть вот такая небольшая проблемка. Но хомяк мне сказал, надо, бери, взяла из того, что было. И триходерма, как она изначально разводится, 3 грамма на 1 литр воды. Необходимо изначально в теплой воде в 100 граммах развести эти 3 грамма. Потом уже полностью растворяется и доводим до 1 литра. Лучше полностью, вот сейчас, чтобы время не тратить, вот так орхидею проливаю и, ребят, замачиваю. Полив у нее такой, но лишь потому, что у нее кора. И кору обязательно необходимо замачивать. Для того, чтобы она имела впитываемость и корни брали всю ту влагу, которая необходима из данного грунта, ее нужно выдержать в воде. И погружать нужно на 30 минут. И всего лишь где-то на 2 третьих. Ребят, если бы у меня был торфстакан внутри грунта, ни в коем случае я бы так орхидею уже не поливала. И ранее сказала, только лишь в поддончик. И потом корневая система начинает сама распространять влагу внутри. Но так как мы теперь избавились от торфстакана, я ее могу вот так вот полноценно замочить. Препарат у меня остался. Больные орхидеи есть. Буду использовать на какие-то другие. Вот такие, ребят, я вам дала ценные советы и рекомендации, которые вы должны прислушаться. Ни в коем случае вам не нужно, но, как я считаю, мои видео смотреть на перемотки. Вдруг какой-то момент упустите, и потом, не дай бог, начнете говорить, что вот я делала все ровно так, как говорит этот блогер, у меня орхидеи начинают гибнуть. А все лишь потому, что вы начинаете куда-то торопиться. Вы начинаете все просматривать на перемотке. Для чего? Для чего я здесь в первую очередь трачу свое время? По сути, я бы могла именно все эти манипуляции провести вне камеры, вне вас. Было бы все хорошо и нормально с данной орхидеей. Что хочу сказать по поводу препаратов и почему я использую вот Абирон. Насколько я считаю и насколько я ранее столкнулась именно с тем, что проводила обработки фитовермы профилактические. И именно Бонафорте, там спрей и вот этот аэрозоль. Но знаете, не помогало, не убивало. А теперь, когда я начала использовать Абирон в моей коллекции нет никаких вредителей и нет никаких красных клещей. Поэтому для профилактики я вам его рекомендую. Далее, стимуляция. В принципе, орхидеи можно бы дать какой-то, ну даже антистрессовый препарат в виде радифарма, в виде той же янтарной кислоты, любое. Их огромное количество вообще всех этих стимуляций. Я подобрала для себя некоторые и я ими пользуюсь. Также я не вижу смысла держать там, не знаю, с тонами иннований у себя в аптечке и потом непонятно куда их начинать все в кучу применять, лишь бы по сроку годности они не испортились. Выберите для себя также, ну все равно же хочется, да, не только одну допустиментарную кислоту давать, а попробуйте этот, попробуйте то. Вот у меня в арсенале ну где-то примерно 5-7, но максимум, максимум это 10 препаратов для стимуляции. Стимуляцию на данный момент я не применяю, потому что вы видите, что корневая система, но не совсем таки идеальная. Если бы была идеальна, вот прям в первый полив уже можно было бы что-то дать. и когда у орхидеи не растущая корневая система, после покупки сейчас вы можете давать и стимулирующие. А когда она у вас уже дома сидит, уже вот проросла какое-то время, адаптировалась, там со временем наращивала новые листья и корни и вдруг затормозилась в росте. Только такие я вам не советую орхидеи стимулировать, то есть не идет новый рост корней. Почему? Ну потому что это ваше, это домашнее, и она просто-лишь-напросто отдыхает. А это вновь приобретенное, вновь купленное. Редко, вот прям редко, когда мы можем купить орхидею с магазином с активной растущей корневой. Я, если честно, встречала такое, но только лишь у своего поставщика. Больше я нигде такого не встречала. И каждый раз, когда вот орхидеи транспортируются, переносятся из магазина до к магазину и вот так туда-сюда, понятно, что у нее наступает стресс и необходимо ей помогать. Я ей обязательно помогу, но только тогда, когда я увижу, что корневая система стабильная, там гнилостных процессов никаких нет. Когда это все остановится, буду к ней постоянно на данный момент использовать триходерму вериды, а она вносится туда раз в 14 дней, потому что цикл ее жизни это 14 дней. Все, увидела, нормально. Ничего не портится, ничего не гниет, даю стимулирующие препараты. Обязательно. Условия необходимы, если у вас есть место, а оно должно быть, если вы приобретаете, вообще решили заниматься орхидеями в целом. Это свет. Либо солнечный, естественный, либо дополнительная подсветка. У меня солнца в квартире мало, и поэтому у меня досвечивание 14-16 часов. Также температурный режим ни в коем случае не нужно содержать орхидеи на холодных подоконниках. В этом видео вы можете посмотреть, если вдруг у вас холодно, купите вы этот пеноплекс, утеплите его, там цена 150, однако, рублей. Вся эта пластина стоит, это выходит недорого, зато орхидеи сейчас сидят при температуре 22-25 градусов и чувствуют себя вообще идеально. Удобрение ни в коем случае не использую. Я не знаю почему и откуда это вообще идет, что новички, когда покупают, приобретают в магазине орхидеи, им начинают сразу, ну это конечно от продавцов это значит идет, начинают им предлагать какие-то удобрения. Ребят, не нужно это делать. Удобрение вы можете купить всегда, в любое время. И уже в последний момент, сейчас, что необходимо сделать, я вам сказала, только лишь удобрение я буду использовать по отношению к этой орхидеи, тогда, когда корневая гниль, которая есть, уйдет, начнут наращиваться новые корешочки, и знаете, если все пройдет идеально, это где-то примерно месяца два в идеале. но если у меня за это время нет новых корней, там ничего нового не наросло, какое удобрение продолжаю лечить, либо продолжаю стимулировать. Пройдет три месяца, пройдет, не знаю, сколько, шесть месяцев, может быть, только потом начнут новые корни расти, только тогда я начну вносить удобрения. Вы изначально поймите именно тот момент, что вот эти вот орхидеи, ну, наверное, уж любого поставщика, я не знаю, они изначально напечканы различными удобрениями, лишь только для того, чтобы побыстрее начали расти и цвести. Бывает такое, да, что вы в магазине видите чуть ли не вот такую вот шапку, там, три, четыре, пять цветоносов, и все в цвету, и все красиво, все идеально. Ладно, приносите ее домой, она у вас отцвела, дала домашнее цвесение всего лишь там три-четыре цветочка. Спрашивается, почему? А все же, потому что садовники для выгонки, для продажи стараются их напичкать с различными стимуляторами, удобрениями, и тогда они для богатства, чтобы эту орхидею купили, вот так вот с ними поступают. Пусть она у вас отдыхает, обязательно от удобрений им, орхидеям, нужно отдыхать. И все, вот если хорошо, даже вот пройдет у меня месяц, через месяц начнут новые корни расти, все равно я ей дам отдых хотя бы месяца два, а на третий я уже начну ее удобрять. И полив на данный момент, я думаю, что вам также понятен. Стала я ее погружать именно полностью, а точнее на две трети от грунта, лишь только потому, что одна треть вот этого часть, которая вне воды, внутри там находится ствол, вот на этой одной треть, и чтобы мне не намочить ствол, и не провоцировать орхидею на гнилостные процессы, прям целиком, по самую выше крыши, я орхидею поливать не буду. Следующий полив у нее будет ровно тогда, когда я увижу, что грунт у нее просох. В первую очередь я определяю полив именно по грунту. Корешочки у нее могут сереть уже начать на четвертый, пятый день. Опять же, заметила, да, такое по орхидеям, что корни становятся серыми, грунт изначально увлажнен, и орхидея теряет тургор. И это просто лишь напросто говорит о том, что ей не хватает той влаги, которая находится внутри грунта. И здесь уже нужно ориентироваться по корням. Если я буду замечать, что вот грунт влажный, корни серые, и начинают морщиниться листья, тогда я начинаю поливать орхидею только лишь по цвету корней. Это, ребят, тоже вам нужно учесть. Благодаря вот таким рекомендациям, которые я вам дала, у меня новые орхидеи покупные, которые растут в коре, адаптируются после этого прекрасно, моментально и быстро. Вновь купленную орхидею необходимо содержать отдельно от всех абсолютно. Но вроде бы профилактировала, вроде бы все сделала, но кто его знает. И содержать на карантине необходимо месяц. После того, в течение месяца, как вы заметили, у меня знаете, был такой случай, прям печально в итоге для орхидеи, я купила ее, также профилактировала, изначально кстати увидела мучнистого червеца, вот что я вам хочу сказать. Изначально я купила орхидею и увидела прям когда открыла там был мучнистый червец. Я обработала орхидею фитовермум, я обработала орхидею октарой и прям ничего мне не помогло. Все равно со временем я стала замечать, что также в пазухах на листьях этот мучнистый червец проживает. Только потом я взяла в руки свой оберон, один раз обработала, все, нет мучнистого червеца. И казалось бы, да, вот, но я же обработала фитовермум, все хорошо, его не видно, а через две недели он только начал прогрессировать и себя показывать. Так что держите даже те же самые грибковости в течение месяца, если они есть, они себя проявят и покажут. Но дай бог, конечно, чтобы этого у нас не случилось. Будет у орхидеи все замечательно. Всем, ребят, спасибо большое за просмотр. Хомяк мой доволен. Я теперь буду жить спокойно, пока он во мне утих. Будем адаптировать эту орхидею. Всем всего самого доброго. Всем пока.